Ну, мне, во-первых, мне лично, мне лично, да, вот я не культуролог, и мне все эти культурологические развороты мне вообще не очень нравятся. Приветствую, Никита. Кстати, здесь я чаще всего разделяю и развиваю аргументацию маргинала плюс-минус к вопросу, да, где, вот где, где, в чем маргинал на меня, может быть, повлиял. Это, наверное, вот единственный такой момент, где я не был первее него, да, но вот при этом, вот, наверное, я у него унаследовал ряд аргументов даже, вот в этой, в этой самой области. Критики премодерна, модерна и постмодерна, это разделение, мне кажется, крайне странным. Вообще, разделение на эпохи, мне кажется, крайне странным. Приветствую, Сануфзэмон, вообще на любые эпохи. Мол, вот у нас была эпоха Возрождения, а потом у нас эпоха, там, Новое Время, они, типа, друг от друга радикально отличаются, а вот у нас там было Средневековье, и это все при том, что люди в Средневековье в Среднем жили приблизительно так же, как и в Эпоху Возрождения, и приблизительно так же, как и в Новое Время, ну, большинство людей, конечно. Конечно, изменения затрагивали вот эти вот, которые делали Эпоху Возрождения, Эпоху Возрождения, и Новое Время делали Новым Временем, да, в основном захватывали меньшую часть населения, так скажем, то есть элиту буквально. Если мы еще можем говорить там, например, о греческой эпохе, потому что греческая культура, она, ну, довольно сильно отличалась, да, ну, вот вообще, в принципе, для большинства жителей, для поустройства общества от того, что потом стало в Средневековье. Ну, вот после Средних веков и до определенного времени, включая там Новое, значительный кусок Нового Времени, по крайней мере, большинство людей жили, ну, плюс-минус, ну, вот-вот-вот. Более того, даже если мы берем этих великих интеллектуалов, гениев там и так далее, так называемое Средневековое мышление, например, вот в культуре, философии, оно сохранялось вообще-то, оно вообще-то сохранялось, да, то есть вот у нас никто, блядь, не убил схоластов, никто их не вырезал там подчистую, схоласты не стали превращаться в великих там деятелей эпохи Возрождения, там, не стали рисовать там картины безостановочно все вокруг, не стали там великими учеными, да. Схоласты, блядь, так и остались, то есть огромное количество образованных людей вот того самого времени, в эпохе Возрождения, там, и начала Нового Времени, это, блядь, все те же самые люди, что и в Средневековье. То есть, опять же, да, и к вопросу о том, а кого, а кто, собственно, творил эти, в кавычках, эпохи, и на кого они повлияли. В итоге, ну, окажется, что масштаб, он даже меньше, чем мы могли бы себе вообразить, и эти эпохи существовали, ну, я не знаю, я даже числа не могу, на самом деле, прикинуть, для скольки людей именно эти эпохи существовали, как эпохи. Потому что для всех остальных было, ну, просто по хуям, по большей части. Жили, как и жили там, крестьяне на земле, там, кто-то еще где-то, да, и, может быть, какие-то там индустриальные, там, революции, еще какая-то, да, создание фабрик, может, как-то на что-то повлияло, действительно. Но это уже не совсем культурный аспект, во-первых, да, а во-вторых, ну, вот как бы, ну, вот как бы вот, как бы вот так вот получается. И вот это деление на премодерн, модерн, постмодерн, мне кажется, еще более дешевым, чем вот разделение на эпоху Возрождения, новое время, там, современность. Это, во-первых, все крайне критически условно, вот максимально условно. И то же с премодерном, модерном и постмодерном еще более условно. Почему? Потому что если еще различие между премодерном и модерном, ну, мы еще как-то можем различить, хотя искусствоведы и философы делают разные различия. Для каких-нибудь искусствоведов модерн это, ну, прежде всего, там, не знаю, как я понимаю, конец 19-го и начало 20-го века, именно вот такой вот литературный, не только литературные всякие направления модерна, они где-то там будут сконцентрированы. Для философа модерн, блядь, это Декарта где-то, вот как-то, как-то картезий, блядь, и, ну, где-то вот 1917-й где-то год, вот, вот, где-то вот так вот. Вот где-то вот такой вот период, вот для философов это модерн, как Дугин обычно это описывает. Для многих оно имеет место. И вот. А что такое постмодерн, вот на мой взгляд, да, вот модерн, модерн, что такое модерн сначала определим? Особенно мне философия больше нравится, потому что, блядь, с философией я лучше знаком, очевидно, да. Ну, такое сиентическое познание, рациональное стремление к рациональному механистическому, и в том числе механистическому, натуралистическому познанию мира, вот это вот модерн. Вот там, видите, значок вот науки, ну, не науки, а вот эти колбы. Вот это вот модерн. Только проблема заключается в том, что в наши дни вот этого модерна намного больше, чем постмодерна, например. Вот сейчас, сейчас модерн, вот в таком случае, если мы понимаем под модерном то, что я описал, много как никогда. Хотя и премодерна, в кавычках, вот этого премодерна тоже очень много на самом деле. А что такое постмодерн, не до конца понятно. Отрицание модерна и премодерна, ну, типа, допустим, есть такие люди, которые отрицают и науку, и там, религию, одновременно особенно бывают такие персонажи, или наоборот, смешивают религиозно-модернистические всякие хуёвины в какую-то клёб-блямбу. Окей, интересно, но вопрос, каков критерий постмодерна? И ответить на этот вопрос, на самом деле, никто не может, потому что люди просто предлагают разные критерии в итоге. И всё. То есть, вот этот критерий, например, от эклектика. Эклектика, эклектика, блядь, да? Но мы сразу вспоминаем античности, вспоминаем, что в античности, в определённый период, ну, например, в период уже поздней античности, приветствую, Эриктор. Многие люди, спасибо большое за пожелание удачного стрима, вам тоже всего хорошего и удачного дня. Так вот, люди тоже занимались эклектикой в очень большом масштабе, как в искусстве, так и особенно в философии. Почти вся философия поздней античности, она эклектичная, особенно вся, вся более-менее плюс-минус новая философия, она вся не окончательно новая, она, ну, прям вообще эклектика. Прям эклектика даже в самом пошлом и плохом смысле этого слова. То есть, эклектика была плюс-минус всегда, особенно когда культура там какая-нибудь плюс-минус зарождалась, да, создавала новые основания, эти основания усложнялись, появлялись новые элементы мыслительные, эти мыслительные элементы начинали комбинироваться по-всякому, создавая новые вариации учений и течений религиозных и не только религиозных. Ну и мы получали, в конце концов, почти всегда в любой культуре такую эклектику. Причём вот этот приход к эклектике, он что ли такой, знаете, ну реально повсеместный, просто мнения так работают. Сословия. И у каждого сословия были свои права и свои обязанности, которые передавались половым путём. Да, то есть по наследству. И перейти из одного сословия в другое было почти невозможно. Вообще нет, вообще никогда такого не было. А ты знаешь, что есть такая штука, называется, блядь, ёбаная сука, древняя Греция, ёбаный ты, блядь, мудак! Ладно, простите, я просто, я не знаю, в Греции вы можете стать рабом, будучи свободным жителем, вы можете стать свободным жителем, будучи рабом, ну такая хуйня, да, древняя Греция. Вы можете повысить свой статус в некоторых полюсах, да, ну, например, я не знаю, став правителем даже этого полюса в итоге. Греческое общество в этом плане, кстати, довольно интересно, и оно как бы берёт и разъёбывает нашего товарища Топлиса. Опять чел без лифчика вышел и палится. Какой ужас. Причём, наверное, да, следует отметить, что скорее не каждое греческое общество всё-таки, да, и не в каждую эпоху следует тоже заметить, важно, да, но в ряде полюсов наблюдалась, ну, достаточно неплохая, в общем-то, вертикальная лестница, по которой можно было перемещаться от раба и выше. Да даже в Древнем Риме можно было повыситься от раба, так как эпиктет был рабом, до, ну, великого мыслителя, именитого, известного по всему миру. Знать, что где-то живут другие люди, которые верят в других богов, у которых многожёнство, или они едят палочками, было почти невозможно для большинства людей. Такой тип жизни напрямую влиял на мышление премодерна. Земная жизнь была лишь прелюдией к вечной, то есть той, которая приходит после смерти. Ну, смотря для кого и где, и были мыслители-атеисты в античности, и были в античности различные философские учения, которые были, кстати, довольно распространены, там были всякие сады эпикура, там и прочие-прочие-прочие. Эпикуриицы реально верили, что после смерти они просто умирают и всё. Стоики верили, что, ну, не все стоики, некоторые стоики, по крайней мере, верили, что только мудрецы выживают после гибели тела, на самом деле. Или только, ну, не просто мудрецы, мудрецы-стоики. И то до финального пожара они выживают, всё равно они умрут, в конце концов. Не знаю, Рейка, без разницы, в чём смысл жизни, я просто отмечу. Стоицизм довольно распространённая школа, я замечу, тоже в античности. И здесь это важно тоже вспоминать. Кстати, у платоников была реинкарнация. Это они у Пифагора подрезали. Ну, ладно, не у всех платоников была реинкарнация, но всё же у ранних она точно была. У платона реинкарнацию прописывал довольно чётко, что тоже, кстати, довольно интересно. И с христианством в итоге не вошло. Как канон... Подытожим. При модерне весь мир — это храм божий. Источник истины, церковь, знания. Да не везде, блядь, даже церковь была. Вообще, церковь — это институт. Вот, заранее, да, отмечают церковь. Это, блядь, не здание, которое там у вас там стоит, хотя её тоже церковью называют, да, но вот когда вы говорите «источник истины — это церковь», вы подразумеваете «большой социальный институт». Многие религии лишены этого института и даже чего-то подобного. Примодерн, вот, во всём мире, напоминаю. Передаётся из... Ну, я про социальный институт. ...искусство стаили в рукописных текстах. Всё искусство посвящено религии. Общество традиционно базируется на иерархии. Да, ну. Всё искусство посвящено религии. Сейчас, давайте... Ну, хотя... В каком смысле, конечно? Вообще, стоит ли считать путешествие на Запад произведением премодерна, потому что 1590 год? Наверное, нет, кстати, в таком случае. Ну, ладно, это не так важно. Ну, чё ещё можно попробовать? Давайте «Троецарствие» бахнем. Или нет? Давайте... Да вообще всё, что угодно. Всё искусство посвящено непосредственно богам. Да ну, серьёзно. Да вроде нет. В Древней Греции тоже нет. Хотя иногда да, но иногда нет. А он знает, что существовали матриархальные общества, где женщина вообще правила и была у руля и так далее. Ну, ладно. Механический труд круто. Охуеть. Охуенно. Столько обсёров я давно не слышал. Но сейчас будут ещё две эпохи. Поехали. Сейчас будет интересно. Но потом пришла наука и всё порешала. Просто, блядь, кончилось. Механический мир стремительно меняется. Ух, просто неожиданно. Европейцы открывают Америку. Коперник окончательно убеждает общество, что Земля вращается. Коперник, да, убеждает. Кстати, Коперник, на мой взгляд, остался в истории просто буквально потому, что на него дрочил Галилей буквально, да? Ну, как бы, ладно, не буквально, но вот так вот получилось, что почему Коперник, Кеплер и так далее? Потому что Галилей в итоге. Галилей один из самых влиятельных, так скажем, философов, ну, философов, натур философов своего времени, да, на самом деле. И один из самых главных людей в становящейся науке, потому что, ну, по многому вы, если посмотрите, как там великие теоретики, учёные, типа там Эйнштейна и всех прочих ссылаются на того, кто сделал наибольший вклад в становление науки как таковой, чаще всего звучит имя именно Галилея. И Галилей действительно оказался персонажем достаточно популярным, модным и мощным. Потом уже Ньютон. Ньютон уже после него, да? Галилей и Ньютон, два фундаментальных персонажа. Все остальные великие. Именно в контексте этих двух людей. То есть, именно в контексте того, что Галилей, там и Ньютон ссылались на своих предшественников вот этих вот. Притом, к сожалению, Галилей и Ньютон не ссылались много на кого ещё. Так вот получилось. Вот так вот получилось. Да, анализ, конечно, жил тысячелетиями и тут внух, и всё изменилось. Да, магия, магия, конечно же. Ну ладно. Ну, я угадал, что он будет именно с точки зрения науки цепляться за Коперника. Хотя это не вполне справедливо в данном случае будет, но ладно. Ходит мысль, что книги удобнее не переписывать от руки, а печатать. Охуенная идея, 10 из 10. И это сносит нахрен всем крышу. Теперь литература доступна не только для церковников, но и для всех, кто умеет читать. Первые напечатали Библию, но вскоре люди поняли, что читать интересно не только про богов или... Да, нахуй, никогда, блядь, не было рыцарской литературы в Средневековье, не было повести, там, это, Мэлори, Смерть короля Артура. Нихуя вообще, не только, блядь, про богов писали, и вообще, блядь, ни про каких дам не писали, ни про кого, блядь, не писали, только, блядь, про богов. Про бога, про Иисуса Христа и больше ничего. Ничего неинтересно больше было. Фольклора не было, песен не было народных, которые тоже без бога иногда бывали, да? А вообще, блядь, нихуя не было. Все, блядь, про бога. Везде, везде, блядь, бог в Средневековье. Вообще, блядь, идешь направо, там бог, налево бог, там, здесь там бабы голые с сиськами там танцуют где-то вокруг костра. Бог там, на самом деле, в центре костра, видимо, разделах. Везде, блядь, бог просто никак от него не отделаться. Притом, да, бог важен, безусловно, важен, да? Играл огромное влияние на культуру того времени, но, блядь, все-таки, все, бог. Везде бог, все искусство про бога. Ну, очень-очень-очень-очень сомнительно. Про героев, но и про людей. И здесь искусство концентрируется на человеке. Теперь он не плод греха, а венец творения. Человек эпохи возрождения мы. Три миллиона, долбоё, ладно, здесь. Следовательно, существует. Возрождается античный культ здорового тела. Философы понимают, что государство тоже не от бога. Оно состоит из... Про всю народную культуру промолчим, а то схема рушится. Есть такое. Ну, просто, да, мы ещё народную культуру... Я всё это время скрывал наличие народной культуры, потому что я про неё не вспоминал всё это время, да? Если мы ещё на неё посмотрим, то там вообще такие чудеса могут быть обнаружены. Из таких же людей, которые просто заключили общественный договор между собой. А в конце 18 века французы не просто свергают, но и казнят короля. Пиздец, всё, больше королей нигде нет. А, ну, они почти везде остались. Даже до сих пор есть ещё короли. Ну, их функции, конечно, местами поменялись, но всё-таки. Вот английская королева и вообще английское, так скажем, королевство Великобритании, Великобританское, да? Ну, оно такое, знаете, что ли, всё ещё сохраняет ряд своих преимуществ и королева, хоть, может быть, и не абсолютный монарх сейчас. Вот. Ну, ладно, ладно. Не, ну, французы, они, конечно, да, бешеные, что я могу сказать? Они, конечно, бешеные, исправились со своей задачей, но... Французы это французы. Да, было несколько революций, согласен, но французская самая громкая из них. Ну, ладно, может быть, ещё более громкая это уже наша революция, она прям вообще чад революция тоже была. Ну, ладно. Охуенно. Охуенно. Охуеть. Охуеть. Ха-ха-ха-ха-ха. Эм, да. На частную собственность и многое другое. Стоп, а он вообще слышал про римское... Ладно, окей. Одновременно с этим наука открывает всё новые и новые штуки. Оказывается, что стрелку компаса двигает магнитное поле... Земли. Что... Наука. Молния это не магия. Наука, ого. А электричество. А паровую машину можно заставить работать вместо себя. А, к сожалению, паровая машина возникла до создания научного метода, где-то там в 17 веке где-то он уже в нормальном виде появляется, а паровая машина несколько раньше появилась. И с магнитной стрелкой компаса, кстати, вполне возможно что-то похожее. Ну, ну, ну ладно. Я, конечно, всякое понимаю, но окей. Типа раньше штуки никакие, видимо, не открывались, ничего там не изобреталось, да. А вот тут оп-оп, ноука-то пришла и сразу блага-то нам принесла все. В 17 веке начинается промышленная революция. Фабрики коптят небо, а вчерашние крестьяне перемещаются из деревень, где жило 10 поколений их дедов, в большие города. Жизнь изменилась. И не по воле богов, а благодаря самому человеку. Пытаясь осознать быстро меняющийся мир, человек приходит к принципиально новому типу мышления. Модерну. От слова современность. Теперь не бог должен привести человека в рай, а наука и разум. И не после смерти, а прямо здесь на земле. Протестантизм утверждает, что человек должен зарабатывать. И в труде состоит его служение перед богом. Простыми словами, копить бабло теперь не за шквар. Если раньше твое имущество это дом и скот, то теперь еще и свободные деньги, которые можно давать в долг, пускать на кредиты и приумножать. С появлением паровоза шанс умереть от болезни или руки разбойника во время путешествия резко снижается, а пароходы позволяют массам людей перемещаться между континентами. Жизнь больше не игра с нулевой суммой. Офигеть. Теперь просто все. Можно путешествовать. И мы такие, ай, новая эпоха. Ха-ха, хорошо. Хорошо, теперь можно путешествовать. Класс. Ах, как все изменилось. Круто. Класс. Да, эйсер пишет, да, вместо бога во главу поставили человека. Да, классно. Но при этом протестантизм. Что, блядь? Да, неожиданно. Чего нахуй? Протестантизм здесь же вдруг всплывает. Во всем его разнообразии. Во всем разнообразии реформации, всех реформаторов там вот этих вот всевозможных, у которых были очень разные подходы и решения. Ну ладно. Общий пирог тоже растет. Живут лучше почти все. Бедняк-крестьянин становится рабочим на зарплате, а хозяева жизни становятся инженеры и предприниматели, которые... Нет, смотрите, это при том, что вот у него и премодерн, и модерн, это и тут бог, и там бог, и при этом в каких-нибудь государствах, странах, регионах, местах в далеком прошлом, в древности вообще идеи бога могло и не быть. И не было местами. И в некоторых учениях даже в индийских не было по концепции бога. В одних были, в других не было. Следует заметить. Ну вот как-то вот так вот. Более того, он забывает огромное количество атеистов, материалистов, которые возникли уже в эпоху просвещения. И некоторые даже немножко раньше. Было некоторое количество натуралистов, там, английские, эти самые эмпирики какие-нибудь, среди которых английские материалисты тоже там иногда встречаются, да, такие... У Англии довольно сильная школа материализма была на протяжении некоторого времени. Вот. А вопрос теперь главный. Вот при модерн и модерн, они сменяют друг друга сразу же во всем мире? Это следующий, да, такой парадоксальный вопрос. Или же сначала в Европе и только потом с очень большим опозданием, да, в другие регионы он там направляется. Это просто интересный вопрос, потому что тут, знаете, так вжух и модерн у нас получается описание. Мне очень нравится, как оно здесь происходит. Так, знаете, вот-вот тысячи лет жили, как жили, верили, веровали, на коленях стояли, и тут вжух и все изменилось неожиданно. Хотя изменилось далеко не все, и далеко непосредственно вжух, да, очень быстрого, а довольно долго и последовательно, и на протяжении веков изменялось, да, и работало это все не так уж и хорошо местами. И если какой-нибудь там бывший крестьянин неожиданно отправлялся на какой-нибудь завод, где с него там семь шкур сдирали, это, наверное, тоже ему не очень хорошо было, не очень прекрасно. Так вот, а в других-то регионах как, где не было железных дорог еще, где не было ифлевой башни, где проходов не было, как они жили-то в 1500 году нашей эры, как они поживали там в эпохе модерна? Вот сидит такой какой-нибудь папуа с где-нибудь новой Гвинеей и спрашивает у своего товарища, ты чувствуешь, модерн настал? Нет, не чувствую, а он настал на самом деле, он уже здесь, он уже пришел, вот он модерн. Каноны в искусстве тоже ломаются, вместо религиозных сюжетов появляются портреты, а за ними и радикально новые жанры, импрессионии. А портретов никогда, блядь, не было, ребят, никогда, блядь, не было портретов, ебать, то есть все эти римские императоры там и всякая вот эта вот хуйня, ну, правда, ну, там портреты, правда, они статуями обычно, да, оформлены, ну, то есть какая-нибудь, какая-нибудь скульптура, в общем, сделана. А головы греческих философов, там вот эти вот все тоже из камня, то есть это не портрет, да, это не изображение людей, это боги, видимо. Портреты не существовали вот буквально до 1500 года до нашей эры. Напомнили, приняли, поехали. Вера в авторитеты в модерне не ослабла, просто на смену священникам пришли новые жрецы истины, это политики и ученые. Заметьте, да, заметьте. Более того, я еще замечу, что для подавляющего большинства людей священники не перестали быть авторитетами. Более того, блядь, сейчас, до сих пор, вот в этот самый день священники являются авторитетами для миллиардов людей. Если в премодерне люди впрягались, например, в строительство пирамид, потому что так нужно было богу, то теперь впрягаются в мегапроекты, потому что так решило государство. Раньше воды раздвигал мы... Раньше государство ничего не решало, ничего массово не строили, никаких, блядь, текведуков, канализации, ничего, блядь, не было. Блядь, ну сколько хуйню я слушаю сейчас, просто, блядь, бред, чел, чтобы нахуй поля рисовые создать, уже надо впрягаться в мегапроект, нахуй. Как же защита государства китайского с помощью Великой Китайской Стены, там, например, или еще чего-то. Че, блядь, ну просто, не, нихуя, ничего не делали, ничего не делали, все, вообще, только вот потом начали. Подведем итоги. В модерне весь мир это механизм, где каждый винтик ответственный за свою функцию. Да, блядь, буквально все считали, что весь мир это механизм. Литеры ли, блядь, все мыслители, все философы, все ученые считали, что весь мир это механизм, да, охуенно. Десять, блядь, из десяти, мир это механизм, да. Нет, были трактовки мира как механизма, я не против, действительно такое существовало. Источник истины. А источник истины наука и ученые. Им верят так же безоговорочно, как раньше верили священникам. Ну и до сих пор верят так же, на самом деле. Смотрите, видите, сопоставил церковь и науку неожиданно. Воу-воу-воу-воу-воу. Информация. На опасный путь встаешь, саентист. Скоро станешь антисаентистом. Билла эпоха пост. Спасибо за повтор. Мы не поняли сразу. Пост современности. В этой парадигме, в этом мироощущении для людей теперь не существует никакой единой универсальной истины. Любая точка зрения имеет право на существование, как в этой работе. Верь во что хочешь. То есть, хоть в бога, хоть в человека, хоть в летающего макаронного монстра. Кем быть, выбираешь сам. А гендеров столько, сколько сам захочешь. Да, давайте не будем анализировать разные мировоззрения. А просто будем все в одну кучу смешивать. Это ж так мило. Если в премодерне твое тело принадлежит богу, клану или общине, а в модерне государству, то в постмодерне ты сам хозяин своего тела. Твое тело – твое дело, как говорится. Могу делать аборты, забивать все тело татухами, вживлять карты. Про постмодерн настолько идеально, что я даже вообще не понимаю, что он несет. Он не указывает практически никакие критерии постмодерна. Ну, реальные критерии, которые обычно выдвигаются культурологами и так далее. Карту тройка себе в ладонь. И что-нибудь еще. Все могу. А что с искусством? Искусство постмодерна не создает новых великих смыслов. А вместо этого деконструирует, то есть разбирает уже существующие. То есть в модерне никто не разбирал уже существующие смыслы. Вообще не было такого никогда. Ладно, окей. И это был модерн. А вот в постмодерне мы поняли, что нет никакой единой истины. Но не существует. И весь мир – это текст. Что это значит? Это значит, что мир... Про текст – это концепция одного из философов постмодерна. Первый пункт. Второй пункт. Большинство людей в постмодерне, в кавычках в постмодерне, так не считают. Это второй пункт. Да. Третий пункт. Ученые не считают, что мир – это текст. Третий пункт. Ладно, похуй. Мир – это да, охуенно. Супер мир – это текст, да. Класс. Символы, которые конструируют нашу реальность. И нет никакой одной идеи... А... Блядь, пересказывать просто одного из мыслителей постмодерна. Охуенно. Ну и универсальные мечты, которые могла бы наложиться на всех все-таки... Просто проблема даже заключается в том, что если мы берем философов постмодерна, у них не так уж и много, в кавычках, постмодерна. У них не так уж и много общих черт вопросов. У них довольно разные взгляды на критику прошлого. У них довольно интересные взгляды на это дело, конечно. И свести все к тому, что в мире есть текст, как и шкринж. Вот. Есть такое, Настюшенька. Но тоже с дискурсом. Можно быть поосторожнее, ибо... Мир есть текст, или мир есть дискурс, тоже как бы... Опять же, понимаете, в чем дело? Мне кажется, какой-нибудь нормальный постмодернист в целом вряд ли скажет, что все есть дискурс, или все есть гипердискурс, потому что непонятно, наверное, что есть все. Вообще, в принципе, вот эта тенденция, в кавычках, отрицания истины, она, наверное, не всем свойственна. Просто по той причине, что это нихуя не очевидно. Скорее всего, истина-то какая-то есть. Вопрос просто в том, как до нее добраться, и можно ли до нее добраться. В этом плане мы можем, конечно, прочертить очень большую прямую линию между всеми постмодернистами по критерию того, что они критиковали так называемых мыслителей модерна. И то далеко не все применяли к себе название постмодерниста, и не все использовали слово модерн. Тоже важно здесь вот так вот подметить, что это были люди довольно разные, нередко даже воспринимали себя как части разных дискурсов. Ну, в общем-то, соответственно. А постмодернистами мы их нередко называем уже постфактум по некоторым таким определенным чертам. Чертам, да, определенным, да. Да, окей, погнали. Потому что все страны, все религии живут в своих символах и образах. Да, кстати, Илья пишет, это про Витгенштейна. К вопросу про Витгенштейна и аналитическую философию. Тут следует заметить, что в англоязычном мире, ну, плюс-минус англоязычном, иногда немецкоязычном, короче, возникала такая традиция, как аналитическая философия, которая к постмодерну вроде бы не имеет никакого отношения от слова совсем. Более того, на данный момент это самая распространенная философская, ну, не знаю, стилистика, подход, я не знаю, как угодно это называйте, но вот то, что многие люди себя называют аналитическими философами, это плюс-минус факт. Их очень много. И если мы используем вот это вот разделение на модерн, премодерн, постмодерн, мы вот этих людей скорее определим, как мыслители некого, что ли, модерна. В постмодерне не религия и наука создают новые смыслы, а искусство. Мы примеряем на себя образы, которые увидели в телеке или в интернете. Мы смотрим друзей и понимаем, что можно теперь снимать квартиру с друзьями. И они... Ну, пиздец же, да, ну, вроде пиздец, ладно. Окей, да. Теперь будут твоей новой семьей. Смотрим. Люди тупые, ребят, да, мы... Вот в модерне мы открыли удивительный факт. Люди тупые. Что, блядь, с этим делать теперь? Ну, снизу, не все люди тупые, большинство людей тупые. И разные маркетинговые подходы работали, типа, всегда. Вот так вот. Странно. Секс в большом городе. Понимаем, что секс можно обсуждать. И над ним можно шутить. Или выходит эйфория, и все больше подростков начинает задумываться над своей идентичностью и краситься блестками. Мы переживаем за отношения героев больше, чем за свои вид... Светлань пишет, религия запрещала снимать одну же площадь на нескольких человек. Ну, по факту нет. По факту-то, как я понимаю, люди прям жили гигантскими семьями. И нормально. Наоборот. Нам нужно строить свои отношения по их же модели. Весь мир для нас какой-то текст какого-то произведения, и мы играем в нем роль. Присмотрите... Чувак, ты сериалы приводил в примеры, сериалы это не текст. Ну ладно. Что происходит сейчас? Гарри Поттер реально для многих заменил Библию. Люди ищут там аналогию реальности. Типа, вся эта борьба добра со злом уже происходила в книге. Охуеть! Люди умеют сравнивать! Пиздец! Блядь, какое открытие! Лол! То есть, человек что-то с чем-то сравнил. Бу... Бу... Никогда такого не было! Никто, никогда, ничто, ни с чем не сравнивал. Кроме Библии. Только Библию совсем сравнивали. Все библейские аналогии всегда и сравнения были. И тут... Бам! И начали сравнивать неожиданно. Никто никогда, да, вдруг не апеллировал к литературным отсылкам. Никогда, блядь! Ну, кроме того, что это было буквально всегда. У Данте Алигьери это было. Итак, постмодерн. Это период сомнений. Понимаете? Постоянных. Мы каждый раз себя спрашиваем. Как абсолютный скептик, говорю, что нет. Ну ладно. Кто оказался? Куда идет мир? Кто я такой? Я скорее Моника или Рэйчел? Космос или пчела? Флора или Техно из Винкс? Моя жизнь это комедия или трагедия? Крестиянин при модерне не мог и подумать об этом. Что он читать, блядь, не умел? Ну, это типа, знаете, фокус, да? Крестиянин при модерне об этом подумать. Не мог, что он не умел читать? А человек, который умел читать и читал там какие-нибудь комедии и трагедии, мог бы об этом подумать. В чем проблема? Потому что его роль была предопределена с рождения. Он не рефлексировал. Роль человека в модерне определяло общество и государство. Ну, он ступой. Ладно. Ну, а к вопросу, рефлексировал он ли нет, это тоже интересно. Неинтересно, могли бы рефлексировать крестьяне. Почему нет? У них был язык. Почему он не мог рефлексировать от слова совсем? На какие-то темы, вероятно, мог. Тем более были расхожие всякие песенки, традиции, обсуждения, скорее всего, умел. Мог. Мог что-то подумать и про себя, и сравнить что-то с имеющимися песенками. Но он мог сравнить себя с персонажами из проповеди священника, из разных сказаний, фольклора, песен, истории и так далее, сказки, легенды и так далее. Много чего есть. Помимо того, что он не умел читать и не мог, наверное, знать слова комедии, трагедии, а мог и знать на самом деле. У него все равно было огромное количество примеров и информации всякой образной, которую он мог воспринять. Потом смотрю другой интро. Под властью католицизма. Там, я не знаю, много людей под властью буддизма. Огромное количество людей под властью ислама находятся. Такие мощные, большие, наполненные людьми государства. Ислам и раньше был достаточно большой, распространился на большие территории. Но сейчас-то и людей больше стало, которые в ислам верят. Наука тоже на таком уровне, на каком даже представить себе раньше было нельзя. Когда раньше люди занимались наукой, это как бы 10 инвалидов в университете. Ладно, ну это очень образно, конечно. Не 10, конечно, но сотни тысяч инвалидов в университетах. Сейчас миллионы людей занимаются наукой в каком-то ее виде, в разных ее видах. И еще большее количество людей, почти вся популяция обучается наукам в школах. Чего еще 100 лет назад представить было, ну, практически нельзя. А, да, 200. Чего 200 лет назад, ну, было сложно себе представить. Вы представляете себе, насколько большое могущество у научного дискурса сейчас? Вот мы говорим о том, что это вот в модерне оно было, вот это могущество у науки, а религия его почему-то резко утратила, хотя она все время тоже параллельно продолжала расти и развиваться. И умножать своих последователей и так далее, и так далее, и так далее. Наука, которая вроде бы, да, все теперь сомнительно, как будто бы сейчас, и у нас много всего, должна была тоже оборваться. Она сейчас сильна, как никогда, нет ничего круче науки вообще, в принципе. Нет ни одной силы в современном мире социальной, которая была бы мощнее науки. Это реально такая монополия. Такое еще не создавало человечество вообще никогда за всю историю. А у нас постмодерн, короче, ребят, у нас постмодерн. Все, приветствую вас. У нас постмодерн, все. И вот эти вот там, не знаю, там тысячи инвалидов, которые за постмодерн, ей существуют, действительно. Ну и несколько людей, которые слушают их музыку, читают их книжки и тоже считают так же. Ну тысячи инвалидов и тысячи еще их друзей-инвалидов, которым как бы вот... То есть их меньше, чем людей, которые находятся под властью научного дискурса. Их меньше, чем католиков. Я не говорю вообще про всех христиан, которых еще больше. Их просто меньше, чем католиков. Соном Зимун, спасибо. И вот эти вот люди, постмодернисты, которые нередко встречаются, ну, скорее всего, в культуре какой-нибудь. Вот мы Никонова недавно приглашали, и он, видите, тоже взял и разделил все на вот эти самые периоды. Это очень примечательно на самом деле. Люди, которые нередко считают, что существуют все эти примодерны, модерны, постмодерны, это скорее люди из сферы либо искусства, ну, либо другие какие-то интеллигенты, которых по определению меньшинство. Причем это скорее гуманитарные интеллигенты. Потому что, естественно, научному интеллигенту какому-нибудь, который там инженер, ему не до какого там постмодерна, примодерна, и это все его вообще не интересует. На самом деле это вообще неинтересные для него вопросы. Они на него жизнь никак особо не влияют. Это не мнение ученых даже, скорее всего. Какой-нибудь среднестатистический ученый, ему все это не понравится. Все эти рассуждения про постмодерн какой-то, истины там нет, стремиться к ней нельзя, не достигнешь, значит, и наука там ничего не может сделать. Ну, короче, не-не-не-не-не-не-не. Открещиваемся от этого постмодерна, это не для нас, не для ученых. Религиозные люди тоже постмодерн. Против постмодерна неожиданно. Более того, большинство философов против постмодерна, потому что большинство философов аналитические философы, да? А сверху еще есть некая группа людей континентальных философов, среди которых тоже большинство против постмодерна, потому что большинство из вот этих вот континентальных философов, они там где-то между, соответственно, какими-нибудь там экзистенциалистами, марксистами, таксистами, ну и так далее. Такие вот дискурсы тоже континентальные, которые гегелианцами, платониками, которые против постмодерна. За постмодерн какие-нибудь обосланные нишанцы, какие-нибудь постструктуралисты, ну и непосредственно постмодерницы, которых нередко даже в одну группу можно объединить, ибо что делать с этим. Вот, блядь, вот они, любители постмодерна, и некоторые творцы там типа Славы КПСС, там и вот такой вот всякой хуйни, вот их столько, вот, расхайпили слово постмодерн. Их на самом деле довольно мало, и многие люди неосмысленно это слово в принципе употребляют, им оно даже не особо интересно, этот постмодерн. Чтобы вы понимали, насколько слаба культура постмодерна, ну ладно, культура может быть в искусстве сильна, здесь культура постмодерна, в искусстве его может быть и много, этого так называемого постмодерна, и многие может быть уже даже постмодернисты. Ну, блядь, даже в искусство, если мы, да опять же, да блядь, нет, я все-все забираю назад слова, потому что если мы смотрим в искусство, смотрим на творцов разных, на поэтов, буквально вы зайдите на стихи.ру. Там 90% людей пишут как люди в золотом веке русской поэзии. Вот, вот буквально вы просто приходите, у них та же техника, у них те же рифмы, у них те же темы, те же чувства, те же эмоции. 90% людей пишут так же, о том же, с тем же пафосом и так далее. Вот, чтобы вы понимали, да, на самом деле, всю серьёзную проблему данной ситуации, что если мы даже берём людей в искусстве, далеко не все за постмодерн. Постмодерн, как таковой, мы можем попытаться рассматривать как некую силу, но не как некую эпоху. Мы можем посмотреть на некоторых деятелей постмодерна, как с точки зрения философии. Да, стихи.ру это просто показательный пример, их таких просто много, Вячеслав. Но, вы начнёте читать литературу, большую литературу, какую-нибудь мощную литературу, по типу, там, Захара Прилепина. Ну, мощная она именно ввиду того, что это литература, которая влияет на огромное количество умов. Захар Прилепин и Лимонов, кстати, несмотря на то, что он сосал негру, но сосать негру это вполне так себе, знаете, модерного. Так вот, это люди, которые писали с большой, там, национальной, модернистической идеей, национал большевизма. Ну, это буквально те же национал-социализмы, социалисты в новой обложке, в новом и с новым имиджем, но ещё и русские одновременно с этим. Это люди, которые пишут ради национальной идеи. Это люди, чьё творчество, ну, особенно у Захара Прилепина, анти-постмодернистическое, реализм. Очень много реализма вообще, в современной и прозе в том числе. А если это не реализм, это нередко какая-нибудь фантастика, фэнтези, которая тоже далеко не всегда в прямом смысле является постмодернистическим. Тут очень много разных, на самом деле, нюансов. И, честно говоря, я вот оцениваю количество постмодернистов, ну, в не очень большом. Короче, оно не очень большое. Гарри Поттер это не постмодерн, Вячеслав. Гарри Поттер не похож на постмодерн. Вообще никак, например. Берём теории иностранных авторов. Стопковский, как бы он там себя, может, и не называл постмодернистом, я, честно говоря, в нём не вижу никакого, вот, я, кстати, не читал циклонопедию на Гиростане, вот, не Гиростане, да, 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 я даже автора, видите, не прочитал с первого раза, правильно. Тут у нас, на самом деле, много таких сложностей и нюансов, потому что вообще сами критерии постмодерна очень трудновыразимы. И, с другой стороны, у нас есть очень большое количество мощных сил, которые тяготеют к реализму, который антипостмодернистичен, к некоторым разновидностям фэнтези с серьёзным ебальником, то есть есть фэнтези с серьёзным ебалом, где, ну, вы прямо вот идёте и дракона пиздите, например, никакого постмодерна, это не Шрек, короче, да, не шрекерские такие-то штуки. Берём всё, что есть у Диснея. Это не постмодерн, это вполне так себе, типа, модерн. Это обычные сказки, может, иногда в таких современных интерпретациях, но это всё те же сказки. Есть принцесса, есть дракон какой-нибудь в кавычках, дракон, есть какой-нибудь принц, а иногда принцесса и сама такая сильная, тоже выступается за принца, может быть. Но в целом нарратив довольно прост, понятен и он очевиден. А Шрек постмодерн? А вот Шрек постмодерн вполне так себе. Вот по многим определениям это и ирония, это и отсылки, это постоянные ссылки, отсылки, засылки, гипертекст, хуи-текст. Есть постоянный безостановочный юмор, там обсирание всего остального. Одна основная цель Шрека это деконструкция. Ни в одной сказке Диснея в мультфильме я не видел, чтобы там была хоть какая-то деконструкция, хоть в каком-то, блядь, смысле этого слова. То есть у нас современная культура, особенно массовая культура, а в ней постмодерна, ну, не так уж и много. Вот такого, знаете, чистого постмодерна, что ты там прям вот смотришь, и вот, да, да, вот все эти критерии соблюдены. Вот таких авторов меньшинство, философов таких меньшинство, тотальное меньшинство. В философии их уж точно тотальное меньшинство. В литературе их побольше в процентном соотношении, но их тоже не очень много на самом деле. Ну, может быть, всяких исикаистов вот этих вот можно назвать постмодернистами. Да и то большинство из них делают произведения серьезным ебалом. Они там какие-нибудь русские патриоты или советские там патриоты или какие-нибудь там еще такие чмохи, которые там описывают, как они там перемещаются в жопу там червя кишечного у Гитлера, чтобы его убить и предотвратить Вторую мировую войну. И многие из них, они это искренне пишут из своих, ну, достаточно, ну, так скажем, как было выражено в данном тексте, модернистических мыслей. Надо учитывать мемы, в них много постмодерна. Окей, мемы. Все. Мемы. Все, все, согласен. Мемы постмодерн. Хорошо. Конец. Ну, вот как-то так. Действительно, не очень большой пласт-то. Так, особенно высокой культуры пронизан, ну, получается, постмодерном, и это довольно грустненько. Иметь смелость для этого такой, согласен. Потом смотрю Дудя, Дудь говорит, ну, к Навальному много вопросов. Я Беля лишь вообще не слушал. Я такой, действительно. Спасибо. Спасибо.